Здравствуйте, уважаемые подписчики, вы интересовались, есть ли родственники у Игоря, ну, естественно, и у Лены, со стороны, вот, мужа, да, есть, вот я. Меня зовут Наталья Петровна, я родная тётка Игоря, я сестра его отца. Ну, Лену я знаю с 13 лет. Мы купили квартиру в том подъезде, где жила семья Иха, Роман, Вера, Лена, Лёша и тогда ещё совсем маленькая Люба. Лену мы приметили сразу, ей было 13,5 лет, а мой племянник на тот момент слушал в армии, в Германии. И мы, глядя на эту божественную девочку, очень хотели, чтобы она стала нашей снохой. И мы её за ней присматривали, как она росла, как она училась. Она закончила школу, поступила в авиационную технику, закончила авиационную технику, приехал и за ней мой племянник, познакомились они, и мы сыграли свадьбу. Чем я очень горжусь, потому что Лена, ну, просто очень хорошая женщина. И сварить, и сшить, и убрать, и постирать. И мой племянник, когда камин в стену, они очень хорошо друг друга дополняют. Любовь их не кончается. Так что, вот, у меня есть тоже две дочери, двое внуков. Ну, мы между собой очень тепло общаемся, всегда роднимся. Правда, вот раньше, когда они жили на севере, было потяжелее, потому что туда было не добраться. А когда они переехали на материк, мы никогда друг друга из вида не теряли. Всегда общались, ездили друг к другу в гости. Так что, Леной я очень довольна. Мне непонятно другое. Почему со стороны Леной родни льется вот такая грязь? Понимаете? И я, честно говоря, даже не знаю, как сказать, а зачем это? Вот зачем столько грязи лить на человека? У каждого в жизни были взлеты и падения. И если сейчас мы начнем говорить, да хоть за кого? Хоть за Любу, хоть за меня. Да хоть за кого? У каждого были какие-то, ну, скажем, не совсем красивые моменты по жизни. Но это же не говорит о том, что это нужно об этом на весь мир орать. Не щадя ни мать, ни отца, который, я не знаю, он, наверное, до сих пор ворочается там в эту гробу, когда вот это он на это все смотрит со стороны. Смысл какой? Зачем вот это все нужно было выносить? Вот эту вот помойку вливать? Я не понимаю. Зачем перебирать каких-то непонятных мужиков, Ленаных любовников? Она что, присутствовала при этом или как? Я не понимаю. Лена красивая, женщина. Если она пользовалась вниманием мужчин, а что в этом плохого? Но когда она залезла, вы меня, пожалуйста, извините, в трусы к моему племяннику, и стала там выяснять время, какое ей это надо. Я до сих пор с тебя прийти не могу. Что больше не у кого штанок поковыряться? У тебя есть муж, ты туда залезь и ковыряйся. Вот это твое видео смотрят родители детей, с которыми учатся твои дети. Это видео смотрят преподаватели, которые учат твоих детей. Ты что творишь? Ты что творишь? Ты запомни, что для твоей матери вы дороги все. Вот как пальцы на одной руке. Любое куси, болеть будет вся рука. Ты что, себя возомнила? Кем? Я не пойму. Чем Лена-то хуже тебе? Да в ней нет недостатков. Я лично не вижу. В доме чистота, порядок. Всегда наглажена, всегда ухожена. А самое страшное, я тебе скажу. Ты зачем залезла к Тане? Она молодая девчонка. У нее двое детей. Неизвестно, как служится ее жизнь. Ты влезла и испоганила ей душу. Ты пытаешься дочери опозорить мать. Ты что, совсем сошла с ума, что ли? Я не понимаю. Вера смотрит вот это все. Ты думаешь, она что, радуется? Как сестры вот так вот. Причем я хочу заметить. Я от Лена ни одного плохого слова в твой адрес. Ни на просторах Ютуба, ни глаз на глаз не слышала. Она не говорит ничего плохого про тебя. За исключением, что ты неуравновешенная. Но это так. Ты вспомни, как ты скрестнула меня со своим отцом. У него было давление бешеное. А ты хихикала. Мама. Ты зачем это делаешь? Вот ты вышла в эфир с этой клубникой. Начала это с клубники. Мы искренне радовались. Какая Любка молодец. Ты посмотри, она это, она вот это. Огонь, баба. Начала ты вот эту корейскую еду рекламировать. Да флаг тебе в руки. Приятно было посмотреть. Дай Бог здоровья и огромную благодарность родственникам Романа. Это они тебя научили всему. И Лена в том числе помогала тебе своими советами. Тебе этого показалось мало. Ты вылезла и начала вот это вот позорище нести. Зачем? Просто объясни, зачем? Если ты думаешь, что ты таким образом сможешь навредить Лене, я сомневаюсь. Мой племянник, он вполне адекватный мужик. Он очень любит Лену. И он никогда в жизни не поверит вот этим твоим бредням. Ты там стучишь ножом по столу, какие-то там хохоли хочешь привлечь к тому, чтобы они там доказывали, кто там с Леной спал. Вот одно желание, одно желание плюнуть, понимаешь? Вот плюнуть и всё. Ты подумай. Я бы вот этого не стала говорить ничего вот в этом Ютубе. Я понимаю, что это тоже не совсем правильно с моей стороны. Но ты, выступая на Ютубе, перекрыла кислород всем. Тебе даже комментарии невозможно послать. Ты в одноклассниках всех заблокировала. Если ты знаешь людей, которые могут что-то сказать тебе в ответ, ты их всех заблокировала. Ты в одно рыло чешешь в этом Ютубе, и люди должны тебя слушать. Конечно, мнения расходятся, безусловно. Потому что есть люди, которые тебя знают, а есть люди, которые тебя не знают. Понимаешь? Они валены думать как угодно. Но я так скажу, что даже тот, кто ничего не знает, не может одобрить твоё поведение, вот это хамское твоё поведение по поводу твоей сестры. Ты не забывай. Когда ты была маленькая, говно за тобой таскала она, бегала за тобой по всему Юнусабаду. Она. И когда ты с припадками прибегала домой, что тебя кто-то обидел, заступаться за тебя бегала эта же Лена. И ты вот так отплатила. Я просто в трансе. Я не могу поверить, что это на самом деле происходит. Искренне сочувствую веры. Теперь что касается Лёши. Два года тому назад он был у меня в гостях. Всё было прекрасно. Никто ничего плохого друг о друге не говорил. Так приятно пообщались. И Юлечка же подняла. Поехали, попели. И Юля, кстати, да. Была тоже... В тот момент они приезжали. Лена, Игорь, Юля. Дети все. Дети. Лёша. Всё было прекрасно. То, что он сейчас, ну, может быть, принял сторону Любы, я его могу понять. Потому что если он сейчас выступит против Любы, видя, как она себя ведёт и изничтожает Лену, он просто боится потерять возможность общения с мамой со своей. Понимаете? А для того, чтобы Лёша поддерживал вот эти выходки Любы, я ни за что в это не поверю. Ни за что не поверю. Потому что, ну, это я не знаю, этого не может быть просто. Поэтому, ну, как сказать-то? Конечно, мне немножко непонятно, почему Вера, ну, как правильно сказать-то, не пресекёт, что ли, это. У меня ответ только один. Значит, просто с Любой никто справиться не может. А надо бы. Потому что это переходит все границы. На улицу же стыдно выйти и маме, и детям, и всем там этим родственникам. Вот эти вот родственники по отцу, я тоже не могу поверить в то, что они приветствуют вот этот Любан выход в эфир таким образом. Я не могу в это поверить. Потому что в своё время они Лены тоже, вот она приехала когда с Тевера, они помогли ей с работой, она у них работала. Они очень порядочные, очень трудолюбивые люди. Либо они этого не знают, либо ни у кого нету таких полномочий, чтобы вот этот Любан венец развенчать, что она одна вправе всех обливать грязью и вести себя, ну, просто, я не знаю. У меня нет слов. Нет слов. Это, на мой взгляд, это вот идет какой-то фильм ужаса. Люба в главной роли. А все остальные непонятно что. Давайте жить дружно. Вот это. Люба, ты просто сядь, хорошо подумай, посоветуйся со своей мамой, пожалей своих детей, пожалей вот этого своего несчастного мужа, который присмыкается сзади твоей спины, скачет, как я даже не знаю, кто он. Я так думаю, что если у него хоть капля разума есть, ему тоже стыдно за тебя. Вот это я посмотрела. Как он там еще и поддакивает. Как мыши ходят в туалет, и мама, и дочка твоя, боятся даже к тебе подойти. Понимаешь? Ему, что вот это вот, у него-то какие основания вот это вот все поддакивать, подвизгивать. Он пускай разбирается в своих проблемах. Игорь начистить рожек. Прекрати, Люба, прекрати. Давай будем готовить чимчи, сажать клубнику. И я тебя просто конкретно заклинаю. Ты, Таню, ты не трогай. Ты что творишь? Ты что хочешь, чтобы твоим детям тоже вот это... Они же когда-нибудь увидят, пройдет пять, десять, пятнадцать лет, они посмотрят вот это мамино выступление. Стучишь ножом, соплями мажешь мясо, мясом мажешь себя, у меня нет слов, Люба. Я ничего не хочу сказать плохого. Но мне кажется, ты не совсем здорово. Объясни мне, к чему ты все это сделала? Зачем? Всем спасибо за внимание. Уважаемые подписчики, друзья, товарищи. Поймите все вот это правильно. Не осуждайте ни тех, ни других. Это вот какой-то сбой в программе, понимаете, произошел, люди сцепились и сами не знают, зачем и почему. Понимаете, да? Просто ну, Ленку трогать не надо, она святая. А вот что касается моего племянника, так ему цены нету. Ему цены нету. Он у меня один-единственный и неповторимый. Эта семья живет счастливо, в достатке. Ни у кого не ходит, не занимает, не просит. Оставьте их в покое, пожалуйста. Оставьте их в покое. Давайте каждый будет жить своей жизнью. Я вам желаю добра, здоровья и всех-всех благ. Будьте счастливы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok